рада приветствовать всех на канале сегодня в преддверии нового года готовим домашний тортик не сложный простой бисквитный торт с творожным кремом 30 граммов желатина заливаю стаканом прохладной воды стакан большой примерно 300 миллилитров пока желатин набухает занимаюсь бисквитом 4 яйца и по стакану сахара и муки стакан 250 миллилитров яйца взбиваю целиком не разделяя на желтки и белки сначала взбиваю одни яйца до пышной пены и потом постепенно в несколько заходов в 3 в 4 буду вводить сахар сахар добавила немножко ванилина взбивать начну на низкой скорости и постепенно буду ее увеличивать перед тем как вводить в тесто муку включаю духовку на разогрев 180 градусов такой же стакан муки как и сахара 250 миллилитров просеиваю ее и тщательно перемешиваю с яйцами луку ну Субтитры сделал DimaTorzok Противень застилаю пергаментом, его размер 33 на 40 см, это внутренний размер, без рамочки. Чтобы пергамент не ездил, можно его приклеить тестом. Выкладываю тесто и стараюсь распределить его примерно одинаковым слоем, как можно более ровно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю в течение 20 минут, без конвекции выпекаю. Субтитры сделал DimaTorzok Желе готовится недолго, поэтому как раз успеем заняться этим во время выпечки бисквита. Возьму один мандаринчик, измельчу его при помощи блендера, неважно погружной, или мельничка, или стационарный блендер, разницы никакой нет. Для удобства измельчения добавлю стакан воды, стакан 250 мл. Волочную массу доведу до кипения, добавив в нее 2 столовых ложки с горкой сахара. Тортик хочу сделать в виде елочки, поэтому мне пригодится желе зеленого цвета. Для этого возьму кожуру одного огурца, измельчу ее с водичкой. Добавлю 1 столовую ложку сахара, примерно 1 четвертую часть разбухшего желатина. Размешаю и нагрею в микроволновке 2-3 раза по 10 секунд до растворения желатина, до теплого состояния. До кипения доводить не нужно. Приготовленное желе разолью в формочке и уберу в холодильник до застывания. С готового бисквита снимаю пергамент, пока он еще горячий и оставляю остывать. Закипевшую и уже немного остывшую массу процеживаю. Добавляю желатин и, чтобы комочков желатина не осталось, процежу еще раз. Смотрим. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мандаринового желе получилось больше, чем мне нужно для торта Поэтому из остатков приготовлю красивый аппетитный десерт Крем сегодня приготовлю самый простейший, самый быстрый сметанно-творожный Возьму 300 граммов жирной сметаны, она должна быть обязательно холодная, чем холоднее, тем лучше И примерно стакан сахарной пудры Добавлю немножко ванилина, перемешаю предварительно, прежде чем включать миксер, вручную Иначе пудра полетит во все стороны Возбитую сметану Масса, кстати, очень пышной не будет Нужно добавить творог Две пачки по 180 граммах 5% творога Его предварительно нужно перетереть через сито, для того, чтобы не было комочков, чтобы он был однородной массой Жирность творога, кстати, особого значения не имеет Можно взять необязательно 5% Объем, соотношение творога и сметаны тоже необязательная величина Можно взять чуть больше, чуть меньше Консистенция крема будет немножко отличаться, ну и чуть-чуть по вкусу Тщательно перемешиваю, крем готов Такой крем, конечно, получается не очень плотным Розочки из него не сделаешь Но для промазки коршей подходит отлично Из коржа я вырежу 3 целых елочки И одна будет из двух половинок Пласт делю условно пополам И каждую половинку еще пополам Это будет низ треугольника Пласт делаем Торт получится довольно-таки большим, высоким Даже без крема высота его составляет 8 сантиметров Если вам не нужен большой торт, то возьмите половину только от указанных ингредиентов Первый пласт, который состоит из двух половинок Промажу кремом А на второй выложу желе Желе из мандарина Можно было тоже положить сначала крем, а потом желе Но побоялась, что у меня все это поползет и поплывет Поэтому будет одно желе Третий и четвертый корж покрываю кремом Бока тоже Ну а дальше началось все самое интересное Идей в моей голове было столько, что я не смогла сконцентрироваться И выбрать какую-то одну И снежинками хотела украсить, и полосками, и полностью вверх желе залить В результате вдохновения меня покинуло окончательно А торт некрасивый отправился в холодильник со статусом неполучившегося Ну к утру я отдохнула и решила все-таки дать тортику второй шанс Изделие было реабилитировано, минимально подкорректировано И заслужил тортик свое почетное место на послезавтрашнем новогоднем столе Идей в голове по-прежнему великое множество Можно между стекляшками положить, например, замороженные ягодки красного контрастного цвета Или сделать небольшое количество помадки и нанести ее в виде гирлянд или в виде мишуры Можно нарисовать тонкие снежинки В общем, все на ваш вкус, на вашу фантазию, украшайте Сбоку можно присыпать шоколадом или украсить тоже желе Вариантов миллион Я уже не стала ничего делать Спешу показать вам его в разрезе Торт получился очень большим Поэтому то, что я немножечко от него сегодня отрезала Ничего не испортит И нам его вполне хватит в укороченном виде Поздравляю всех с наступающим Новым Годом Пожелать хочу всем здоровья, конечно же Побольше радостных дней, счастливых улыбок и отличного настроения Всего самого-самого наилучшего И до встречи на канале уже теперь в Новом Году Пока! Лапочка Лапочка Продолжение следует... Привет, 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 привет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да что ты... Да что ты... Ну что ты... Ну что ты... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры...